Добрый день, дорогие друзья! На завершающем уроке по теме кино «Десятая муза» мы ближе познакомимся с любимыми и взрослыми, и детьми мультиками, мультипликационными или анимационными фильмами. Само слово «мультфильм» стало настолько привычным, что многие и не задумываются над его смыслом. Сейчас все чаще употребляется термин «анимационное кино», так как самая главная задача создателей фильма – оживить и заставить двигаться изначально неживых и неподвижных персонажей. А происходит это с помощью мультипликации – создания множества изображений персонажа, которые совсем немножко отличаются друг от друга. Когда такие изображения демонстрируются на экране с большой скоростью, возникает иллюзия движения, то есть, собственно, анимация. Давайте узнаем, как появилось анимационное кино и посмотрим фрагменты первых в истории кино-мультфильмов. Еще до рождения кино француз Эмиль Рейно нашел основной метод одушевления рисунков, который он назвал «изображение за изображением». Он сам придумывал, рисовал и раскрашивал героев, а затем показывал эти фильмы на своем аппарате. Рейно стал не только изобретателем анимационной техники, но и создателем элементарных основ мультипликации. Еще один француз, Эмиль Коль, создал первый в мире графический или рисованный мультфильм. Также он совместил в одном кадре рисунок со снятыми натурными кадрами и фотографией, придумал специальное расположение камеры для съемки мультфильмов. Многие его творческие находки впоследствии использовали другие мастера анимации. Русский мультипликатор Владислав Старевич снял первый кукольный мультфильм. Куклы были изготовлены с такой достоверностью, что многие думали, что режиссеру удалось приручить и выдрессировать настоящих живых насекомых. Не правда ли? Очень похоже. С тех пор аниматоры могут оживить не только рисованных или кукольных персонажей, но и обыкновенные предметы вроде спичек или канцелярских крепок. Особенно выразительными стали мультипликационные образы, созданные российским режиссером Гарри Бардином в таких мультфильмах, как Адажио, Брэк и Вокрутасы. Давайте посмотрим фрагмент мультфильма Брэк и убедимся в этом сами. Брэк и Брэк и Вокрутасы Бонкс! Наверное, все любители анимационного кино знают имя самого заметного и значимого человека в истории мировой мультипликации. Конечно же, это Уолт Дисней. Он был не только режиссером и художником собственных фильмов, но и разработал технологию производства мультфильмов, которая позволила ему снять первый рисованный полнометражный мультфильм, а также звуковые и музыкальные мультики. Для съемки своих мультфильмов Дисней использовал прозрачную пленку, на которую можно наносить рисунки. Теперь стало не нужно рисовать каждый кадр заново, а можно было быстро заменить ту его часть, которая изменялась, то есть двигалась. Это позволило экономить время и силы при создании полнометражных мультфильмов. В 1971 году на киностудии «Беларусьфильм» был снят первый белорусский мультфильм «Вася Буслик и его друзья». Хотя еще в 20-х годах 20 века в Минске создали первую мультипликационную мастерскую, но больше внимания уделялось работе над национальным игровым кино, поэтому рождение белорусской мультипликации пришлось отложить. Одним из самых известных мультфильмов тех лет стал мультфильм «Приключения Незнайки и его друзей» режиссера Василия Голикова. Давайте вместе посмотрим небольшой фрагмент из этого мультфильма. Вы обратили внимание на то, что здесь использованы специально изготовленные куклы. Сегодня аниматоры используют не только рисунки и кукол для создания мультфильмов. В ход могут пойти пластилин, песок, бумага, тени на стене и все, что подскажет фантазии создателей. Мультипликаторы успешно соединяют обыкновенное кино, фотографию и анимацию. Конечно же, не обошли анимацию компьютерные технологии, которые позволяют быстрее создавать новые мультфильмы, такие как «История игрушек», который стал первым полнометражным, прокатным, цифровым мультфильмом. По словам югославского режиссера Душина Вукотича, мультипликация – это искусство, границы которого совпадают с границами фантазии. Каждый из нас может попробовать себя в мультипликации, нарисовать и оживить свою сказку. В конце урока проверьте себя. Что значит слово «анимация»? Что обозначает термин «мультипликация»? Назовите самого известного мультипликатора. На какие две группы можно разделить все мультфильмы? Я подготовила для вас новое творческое задание. Выберите свою любимую сказку и нарисуйте эскиз главного героя для съемок мультфильма. Вот и закончилось наше знакомство с миром кино. Но кино-приключения на этом не заканчиваются. Я желаю вам приятных просмотров!